На месте схода оползня в центральной части Чили продолжаются поисково-оспределенные работы. В субботу в результате пролива дождей поток сели сошёл на деревню в регионе Лос-Лагос. Посёлок находится рядом с национальным парком Карковада, популярной туристической достопримечательностью. К настоящему моменту у нас пятеро погибших. Двух женщин опознали. Это Эльза Пенеда и Клаудия Ахеда. Неопознанными остаются ещё двое местных жителей и один турист. 15 человек числятся пропавшими без вести. Их ищут. Ещё 8 человек получили телесные повреждения. За сутки в регионе выпало более 11 сантиметров осадков. Президент объявил о район зоной стихийного бедствия. Имя и национальность погибшего туриста пока неизвестны. Сообщается только, что это мужчина. Пострадавших увезли из региона на вертолётах. Оползень затопил около 200 домов. 20 разрушил полностью. Также пострадали здания школы и избирательный участок. Во вторник в Чире должны пройти президентские выборы. Посёлок остаётся без света и водоснабжения. Эти лотосы я делаю больше 10 лет. Делаю обычно после работы. Не каждый день, конечно, но иногда как ночной не могу оторваться. Некоторые удивляются, как, вообще, зачем и почему так много и почему тебе не надоедает. Я не знаю сама, честно говоря. Но, наверное, помогает то, что я вспоминаю глаза людей, которым я дарила эти лотосы, их реакцию, когда человек вдруг как будто просыпается, у него душа просыпается, когда он слышит истинно доброта, терпение. Аккуратно разложены разноцветные лепестки, бусины и нитки. Дома у жительницы Киева Татьяны настоящий мини-цех по производству красочных цветов. Девушка уже сделала около 10 тысяч лотосов, и каждый ушел в чьи-то руки. Друзьям, случайным попутчикам, продавцам. Этими лотосами я и хочу затронуть то, что в душе, то, что является нашей настоящей истинной природой. Подарила одной женщине много лет назад, подарила лотос. Через несколько лет к ней зашла, он у нее все еще висит. Она говорит, он мне принес счастье. После трудного рабочего дня, говорит, она берет эту подвесочку, говорит, я, говорит, ее вот так вот потру, перечитаю три раза истинно доброта терпения. И мне, говорит, так хорошо на душе. В этом магазине лотос висит уже несколько лет. Вот висит цветочек и создает очень такое настроение праздничное, весеннее, такое летнее, как бы, одушевляет. У Андрея в машине лотос висит четыре года. Этот цветокозыр меня успокаивает, помогает в разных опасных ситуациях на дороге. Лотос – цветок символичный. На Востоке он означает стремление человека к высшим духовным уровням. В Индии считается, что даже его изображение уже приносит удачу. А в Китае его считают символом мудрости и просветления. Лотос – это символ самосовершенствования. Я сама занимаюсь практикой самосовершенствования фалуньдафа. И хочется дарить такие лотосы людям, чтобы поделиться вот этой вот красотой совершенствования. Фалуньдафа – это древняя гимнастика цыгун. Она содержит пять комплексов упражнений. В ней также важно улучшать свой характер в соответствии с принципами истины, доброта и терпения. Школа пришла из Китая, но сейчас по ней занимаются миллионы человек более чем в ста странах мира. С самосовершенствованием каждый день наполнен смыслом. Я просыпаюсь, стараюсь сразу найти в себе вот эту добрую мысль, доброе отношение к людям и стараюсь держать его на протяжении всего дня. Чувствуешь, как твоя душа расширяется, как туда может вместиться все больше и больше людей. На каждый лотос у Татьяны уходит около 15 минут. Девушка говорит, видя реакцию людей, потраченного времени, не жалко. Для меня лотос еще символ надежды. Я хочу подарить людям чуть-чуть больше надежды на то, что у этого мира все будет хорошо. Если человек держится за добро, все будет хорошо. В Индонезии волонтеры фонда спасения Рангутанов Барнео готовятся выпустить на волю новую партию обезьян. Семерым самцам и одной самке предварительно колют снотворное, чтобы на вертолете доставить в новый дом. Дождевой лес Букит Батикап. Эти вертолеты находятся в ведении управления по охране лесов и борьбе с пожарами. Они необходимы нам, потому что у нас сотни орангутанов, которых невозможно доставить сюда наземными тропами. В настоящее время насчитывается до 70 тысяч калимантанских орангутанов и около 7,5 тысяч более редких – суматранских. Им угрожают браконьерство и уничтожение среды обитания. В реабилитационный центр для орангутанов попадают и раненые взрослые животные, и малыши, которые лишились родителей. Здесь у приматов сохраняют дикий нрав, не допуская очеловечения. Благодаря этому они не теряют навыков выживания в дикой природе. С 2012 года силами фонда в дикую природу вернули 167 орангутанов. Слово «орангутан» на малайском означает «лесной человек». Большую часть жизни орангутаны проводят на деревьях. Размах их рук достигает двух метров, значительно превышая рост. Примечательно, что в этом году в одной из деревень Индонезии волонтеры спасли самочку редчайшего орангутана-альбиноса. Пятилетнюю обезьяну с голубыми глазами и светлой шерстью в целях развлечения держали в тесной клетке. Раннее утро в Лапландии. В это время года солнце здесь встает только после 11 утра. Но Санта-Клаус и эльфы уже работают. Им нужно закончить сортировать письма и собирать подарки. Уже скоро Санта отправится в кругосветное путешествие. Говорит, пожелания у детей самые разнообразные. Речь идет о семье, о счастье, о школе и успехах в учебе, о том, чтобы было много новых друзей. Но, к сожалению, я всегда должен сказать, никогда не знаешь, что ждет за поворотом. До сих пор есть непрочитанные письма и неупакованные подарки. Многие дети хотят книги и мягкие игрушки. И особенно что-то связанное с персонажами из «Холодного сердца» – Эльзой и Анной. Они были очень популярны в последние пять лет. Почтовое отделение в этой небольшой деревне в Лапландии, наверное, одно из самых оживленных в мире. За свою историю оно обработало 18 миллионов писем из 199 стран. В год приходит около полумиллиона писем, а в самые горячие дни – по 32 тысячи писем. В этом году особенно активно писали дети из Китая, Польши, Италии и Великобритании. А некоторым посчастливилось пообщаться с Сантой вживую, приехав к нему в деревушку. Все, кому здесь меньше ста лет – дети. Деревня Санта-Клауса расположена за полярным кругом в 8 километрах к северу от Раваниеми, столицы финской Лапландии. Ежегодно сюда приезжает более 300 тысяч человек. Просто как в сказке. Замечательно. Все в снегу. Настоящее волшебство. Это идеальная картина Рождества. Так мы представляем Рождество всю нашу жизнь. Снег и деревья. И это идеальный снег, не так ли? Я на самом деле счастлива, но не знаю почему. А вот и главный помощник Санты – северный олень. Вместе с ним ему предстоит посетить миллионы детей по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok